Пока вот эта ликвидность на мировых рынках, которая была вброшена, остается большой, это, безусловно, повлияло на рост цен на рынках сырьевых товаров, на фондовых рынках. Эта ликвидность ищет в себе применение, в том числе в цене на нефть. Вынужден сказать о двух вот этих секторах – о сырьевом секторе и о секторе фондовом. Цена на нефть сейчас доходит почти до 80 долларов, при этом спрос самый низкий за последние годы. Цена на нефть была выше 80 долларов, можно назвать, два года, а вот спрос при этом был существенно выше. А сейчас спрос упал катастрофически в этом году, а цена поднялась. Причем происходила вот эта фундаментальная такая, такие ножницы. Спрос продолжал падать, но в третьем квартале считается, вот сейчас по предварительному… Все-таки есть что-то положительное, чтобы рассказать. То есть нам все равно без него. Ну, по-видимому, это говорит о том, что нам надо чего-то другого еще бояться. Если нам хорошо от того, что спрос падает, цена растет, и в третьем квартале сейчас делаются оценки, то, наверное, спрос стал подниматься на нефть в третьем квартале в силу роста и в силу, в том числе, ситуации в Китае. Развивающийся рынок в Китае, в Индии, которые сохраняли спрос и, наоборот, стимулировали свои экономики очень сильно. Но вопрос, устойчива ли цена на нефть. И вот последние заявления руководителя ОПЕК, руководителей крупных нефтяных стран, крупных нефтедобывающих компаний говорят о том, что да, мы понимаем, что пока что эта цена очень спекулятивная, но цена примерно 70-80, наверное, удержится в ближайший год. Может даже она краткосрочно вырасти, но с учетом того, что спрос неустойчивый, и по мере выхода центральных банков из мер по поддержке ликвидности ожидается, что и столько денег на рынке сырьевых товаров не будет, и поэтому цена может снизиться. Поэтому, когда мы свой бюджет планируем на следующий год 58 долларов, и на 2011 год 60, то это, я считаю, абсолютно разумной ценой, которая, возможно, может быть. То есть в течение двух лет, я думаю, что высоко вероятно, что цена опустится и где-то будет на уровне 60 долларов. Это зависит от многих еще вещей. Слабый доллар и падение доллара тоже ее поднимает. Будет ли продолжаться дальнейшее падение доллара – это отдельный вопрос. Но если не будет никаких таких крупных падений доллара, начнутся меры выхода из ликвидности, то цена на нефть где-то поднявшись, потом снова остановится на уровне 60-70, и мы должны быть к этому готовы, и наши все фискальные меры, и экономическую политику должны проводить, исходя из этого. Поэтому заложенное в бюджете 58-60 на ближайшие два года я считаю абсолютно обоснованным. Напомню, что в начале этого года, этого года, еще год не прошел, была 37, а средняя за первый квартал была 43. И нам очень легко, как только цена уже 50, когда уже 70, сказать, ну, наверное, она и дальше будет 70. И, может, не в порядке очередности, тем не менее, скажу тогда и про Китай, который является одним из таких серьезных потребителей на нефтяных рынках, и прирост в мире, по данным агентств и Международного энергетического агентства, в первую очередь, и других, спрос будет в долгосрочном периоде, где-то так, до 2020-2030 года, в основном обеспечиваться развивающимися рынками, А развитые рынки, в силу своей большей производительности, эффективности, желания уйти от углеводородных энергоносителей, проведения соответствующих программ, прекратит наращивание потребления углеводородных энергоресурсов. То есть, впоследствии мы в полной мере будем зависеть от роста в развивающихся рынках. Вот наша цена и наши поставки, и прирост поставок будет в полной мере зависеть от развивающихся рынков. А что в этой связи с Китаем? Китай, как известно, вообще не укладывается в определенные рамки и классических мер поддержки. Китай где-то за 30% поднял и денежную базу, и нарастил кредиты почти на 30% за этот год. Кстати, когда объявлялось о большом пакете стимулированной китайской экономики, в основном это был не бюджетный пакет, в основном это был пакет кредитный, и в него вошел расчет того, что сами предприятия проинвестируют в экономику. Отчасти это делалось по каким-то принципам, планам, в том числе и государственные финансовые институты активно участвовали в этом процессе по кредитованию конкретных предприятий, производств. Повторяю, здесь регулируемая экономика, и вот такой вброс был осуществлен из всех источников. Сейчас ряд экономистов оценивает, как накапливание нового большого пузыря в Китае, и в ряде отраслей, и в сфере недвижимости. И в общем Китае в ближайшее время придется, я повторяю, я ссылаюсь на оценки других, мне может быть сложнее все сделать оценки китайской экономики, но есть ощущение, что все-таки там идет перегрев, перегрев сейчас, и в ближайшие года-два придется, и Китай покажет снижение темпов роста. То есть не наращивание, вот как вот сейчас происходит, когда в начале года было снижение роста до 6%, рост поднялся значительно выше, до конца года Китая предполагает 8-9% роста получить, но скорее всего такой темп удержать будет сложно, и китайская экономика будет снижать темп роста. Что скажется и на мировом росте, и на потреблении нефти. То есть этот фактор роста, который был существенным в ближайшее последнее время, окажется тоже очень слабым.